В Белогорске ввели режим ЧУЭС. Решение было принято на заседании КЧУЭС под руководством главы города. Как отметил Станислав Милюков, восьмое наводнение за последние 10 лет обещает быть более серьезным. За сутки уровень воды в реке Томь поднялся почти на один метр. На утро 5 августа составил 410 сантиметров. Прогноз – повышение уровня до 5 метров. В ходе КЧС глава Белогорска дал ряд поручений. Они касаются полной готовности пункта временного пребывания подтопленцев, обеспечения охраны общественного порядка, медицинского сопровождения, полноценного питания. Зубросы на амурских гидроэлектростанциях не являются причиной подтопления населенных пунктов Амурской области. Об этом заявила компания «Русгидро». В ряде дальневосточных СМИ появилась информация о том, что именно ГЭС виновны в очередном наводнении. При этом отмечается, что Бурейская и Зейская ГЭС продолжают защищать приамурские регионы Дальнего Востока от пиков паводков. А пропуск воды через открытые шлюзы гораздо ниже притока в водохранилище, который в этом году является едва ли не аномальным. На стройплощадке Амурского ГПЗ иностранный сотрудник получил травмы. Он выполнял монтажные работы. 44-летнего мужчину увезли в больницу, где он скончался. Трагический случай произошел 1 августа. На место происшествия выезжали сотрудники Свободенской городской прокуратуры. Они установят обстоятельства случившегося и дадут оценку соблюдения законодательства об охране труда. Также проверяется, как исполнялись требования безопасности при монтажных работах. На контроле надзорного органа находится и доследственная проверка, сообщает прокуратура Амурской области. 11 населённых пунктов Амурской области остались без транспортного сообщения. Потоплены 63 дома и 388 приусадебных участков. Паводковая ситуация на 5 августа опубликована на сайте регионального управления МЧС. В проведении аварийно-восстановительных работ задействована группировка общей численностью 527 человек, 180 единиц техники, в том числе 15 плавсредств. Все масштабные стройки в Амурской области идут в графике. Газоперерабатывающий завод, агрохимический комплекс, космодром, берегоукрепление Благовещенский, мост Черезею, вторая ветка БАМа. Об этом губернатор региона Василий Орлов рассказал руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Косицыной. Прямой эфир был организован в Инстаграме. Глава области также рассказал, как регион встретил поводок в июне-июле и как удалось минимизировать потери при том, что уровень воды был выше, чем при наводнении 2013 года. События этого лета – это поводок. И поводок, я здесь не хочу забегать вперёд, скажу так, что с первой волной мы действительно, поводка, справились. Сейчас мы наблюдаем развитие второй волны. Первая волна поводка была связана с аномальными погодными явлениями, ливневыми дождями в Забайкальском крае. И здесь считаю, что во многом успеху, что мы справились достаточно неплохо с этим поводком, мы обязаны очень хорошему взаимодействию с большим количеством наших партнёров, начиная от Минприроды России, которые за неделю нам дали очень точный прогноз. Они обладают суперкомпьютером, на сегодняшний день единственным в Российской Федерации, насколько мне известно, который может весьма точно предсказать развитие гидрологической обстановки, вот в данном случае, по этому поводку. Василий Орлов рассказал, чтобы защитить населённые пункты от наводнения впредь и снизить ущерб, работа проводится в трёх направлениях – дно углубления малых рек, определение границ зон затопления, строительство берегозащитных сооружений. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин